Приветствую вас, дорогие мои братья и сёстры! Мир вам! Мне кажется, что кто сегодня присутствует, ну, хотя бы один раз в жизни, может быть, сегодня, по сей день, о чём-нибудь мы мечтаем. И говорят, что мечты сбываются. И тем более, если это мечта от Бога, она должна обязательно сбыться. Я никогда не мечтал, и даже самым хорошим с ним мне не снилось, что я буду встречать Рождество именно в Америке. Об этом многие мечтают. Поэтому хочу поблагодарить Бога за эту привилегию, которую он мне оказал, тем более в такое неспокойное время, да ещё в такой великий праздник оказаться в этой стране. Поэтому, не знаю, вы рады мне или нет, я вам очень рад. Слава Богу! Группа евреев, которые были приговорены к смертной казни, находились в одном из немецких концлагерей. И, потеряв всякую надежду, они принимают абсурдное с человеческой точки зрения решение. Они решили провести собственный судебный процесс, и главным обвиняемым на этом процессе был Бог. Естественно, евреи разделились на две части. Были евреи, которые были недовольны своей судьбой, они во всём винили Бога. И была вторая половина евреев, которые пытались оправдать Бога. И когда судебный процесс уже прошёл экватор, слово взял один мужчина. И он стал свидетельствовать, что во время войны к нему домой ворвались фашисты, забрали трёх сыновей, загрузили в грузовик и стали их увозить. Отец в попыхах выбежал за этим грузовиком. Он бежал, он кричал, он умолял, чтобы офицер отдал ему его сыновей. И когда офицер взглянул в зеркало и увидел, что за машиной бежит какой-то мужчина, он остановился и спросил его, что ты хочешь. Он говорит, я умоляю тебя, отдай мне моих сыновей. И он сказал, назови имена своих сыновей. И у отца появилась надежда, что сейчас офицер вернёт ему сыновей. Но офицер улыбнулся ехидно и сказал отцу, выбери одного из трёх сыновей. Я уверен, что сегодня многие родители, которые присутствуют, включая меня самого в первую очередь, мы бы не хотели оказаться на месте этого отца. И мы можем только предполагать, что творилось у него на сердце. Я хочу, чтобы сегодня в этот вечер мы со всей серьёзностью и ответственностью попытались представить, а что ощущал Небесный Отец, когда Он отдавал своего сына ради нас во имя нашего спасения. Знаете, когда я делал первые шаги в познании Бога, будучи младенцем, я очень часто задавал Богу вопрос, зачем ты всё так усложнил? Неужели нельзя было вопрос нашего спасения решить немного по-другому? Зачем всё так было сложно? Ведь ты же великий всемогущий. Неужели с высоты небес ты не мог просто коснуться нашего разума, нашего характера, и чтобы ты нас просто поменял? Зачем нужно было тебе спускаться, оставлять всю эту славу, весь этот почёт небеса, воплощаться, а потом ещё страдать вместо нас? Был ли другой способ? Был. Но почему Отец пошёл именно таким путём? Потому что, братья и сёстры, через такой путь максимально явилась Божья любовь к человеку. Это совершенная любовь. Это жертвенная любовь. Бог не только провозглашал эту любовь, Он доказал это на деле. В эти дни мы отмечаем Рождество. Да, у многих людей ассоциации с Рождеством разные. Кто-то представляет подарки, кто-то представляет Санта-Клауса, ёлку, я не знаю. Но на самом деле это же не просто день рождения. Это великое событие. Потому что две тысячи лет тому назад явился тот, который даровал надежду каждому из нас. Пока же мы живём здесь на земле, мы не ощущаем всем сердцем вот этой серьёзности, вот этого, знаете, великого события, которое произошло когда-то. А ведь мы с вами то поколение, которое живём в последние дни. И мы с вами на самом деле исключительные люди. Мы с вами особенные, мы с вами избранные. И возможно, когда мы окажемся на небесах, тогда, возможно, мы полноценно ценим жертву Иисуса Христа. Ну а что сегодня, братья и сёстры? Сегодня нам нужно жить. Нам нужно проходить эти земные поприщи. Нам нужно не просто пройти, нам нужно с честью и достоинством дойти до финиша, неся вот эту жертвенную любовь. Не знаю, как в вашей стране, в нашей стране очень часто говорят, покажи нам Бога. Как мы можем явить Бога? Через нашу изменённую жизнь. Через нашу жертвенную любовь. То есть, мы должны вести с вами нестандартно. Мы не должны растворяться вот в этой массе, а быть верующими только на собраниях. Нет. Что такое покаяние? Покаяние – это осознание своей греховности и полной несостоятельности жизни без Бога. Но покаяние – это равносильно тому, что ты открываешь дверь в свой дом. И во многие дома Иисус вошёл. Но Он не хочет сидеть просто на лавочке и отзываться только на наши какие-то нужды. Он хочет полностью изменить всю нашу жизнь. И поэтому дальше, после покаяния, начинается, братья и сёстры, самый сложный, самый важный и ответственный процесс, который называется освящение. Другими словами, выражаясь тематикой сегодняшнего размышления, Бог явился воплоти для того, чтобы даровать нам всё необходимое, чтобы мы с вами подготовились к вечности. Вся наша жизнь – это паскриптум, это подготовка. Естественно, возникает вопрос, что дальше? Как нам дальше жить, проходя по этой жизненной пустыне? У меня четыре дочки. Старшей дочке 27 лет, второй – 23, 16. И есть самый главный человек. Обычно говорят, кто в семье главный, кто больше всех зарабатывает или на кого тратится. Я думаю, что на кого тратится, тот и самый главный человек. И вот есть 8 лет. И знаете, все они по-разному растут. Вроде бы, один отец, одна мать – все разные. Абсолютно. Я думаю, что Бог любит нас всех одинаково. Но согласитесь, мы все разные. И по возрасту, и по национальности, и по положению в обществе. Но Бог нас всех любит одинаково. Но независимо от этого разнообразия, Он хочет, чтобы мы с вами взрослели. Когда я смотрю на свою старшую дочку, я своей жене говорю, Оль, мы потихоньку подходим к такому экватору жизни, который многие родители отодвигают. Мы не хотим стареть. А когда я смотрю на своего маленького ребенка, говорю, Оля, мы еще с тобой молодые. Ну, как бы то ни было, мы, родители, делаем все возможное, невозможное. Для чего? Чтобы наши дети стали самостоятельными. Такое же желание у Небесного Отца. И сегодня я предлагаю, чтобы мы с вами, братья и сестры, на основании некоторых отрывков из Священного Писания просто могли себя проанализировать. Вот как проходит мое освящение? Как я вообще живу, как христианин? Укрепляются ли мои отношения с Богом? Что изменилось после того, как я Иисуса пустил в свою жизнь? Может быть, ничего не изменилось? Может быть, извините, у меня Иисус на побегушках. Он сидит, когда мне нужно, я его зову. Поэтому, знаете, мы можем долго философствовать на эту тему, мы можем долго говорить, но лучше обратиться к Писанию. И перед тем, как обратиться к этим отрывкам, я хочу сделать еще одно очень важное замечание. Возрастать, духовно расти. Имеет ли это библейское основание? Однозначно. В послании Ефесианам в 4 главе есть такие слова, братья и сестры. В послании Ефесианам в 4 главе. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Это церковь. Для чего? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Обратите внимание, братья и сестры, мужа совершенного, меру полного возраста Христова. Другими словами, Бог хочет, чтобы мы с вами взрослели. Итак, на основании каких признаков, на основании каких моментов в жизни каждого из нас у нас есть возможность проанализировать мои отношения с Богом. И первый отрывок, на который я хочу обратить ваше внимание, это второе послание к Орифинам, четвертая глава. Здесь есть такие слова, братья и сестры. Ибо все для вас добавили благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унюваем, но если внешне наш человек тлеет, то внутренняя со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И внимание, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Как можно как я определяю, что мой старший ребенок возрослел? По разговору. я начинаю понимать, что она обретает цель в жизни, смысл жизни. Но самый главный критерий, на который я хочу сегодня, братья и сестры, обратить, это наши ценности. Что такое ценности? Ценность это то, во что я вкладываю свои деньги. Ценность это то, во что я вкладываю свое время. Это то, о чем я думаю постоянно. Это занимает всю часть моей жизни. Это ценность. И если я сегодня спрошу, что для каждого из нас ценно, конечно, мы скажем Бог, Слово Божие, Христос, молитва однозначно. Но, друзья, есть ценности реальные, а есть ценности желаемые. И чем отличается реальная ценность от желаемой? Реальная ценность это то, во что я вкладываю время. И это невозможно никого обмануть. Поэтому давайте мы сегодня себя проанализируем. По мере того, как мы возрастаем, укрепляется наша вера и доверие Богу, у нас должны меняться ценности. Я не говорю сегодня о том, что мы должны оставить заботу о семьях, что мы должны прекратить работать и зарабатывать. Нет. Но наши ценности должны меняться. Потому что ценности моей старшей дочки отличаются от ценности, которые есть у моего восьмилетнего ребёнка. Это закономерность. Поэтому первый показатель – это мои ценности. Что я ценю в этой временной жизни? Потому что, обратите внимание, всё, что видимо, это временно, а всё, что невидимо, оно вечно. Второй отрывок, на который я хочу обратить внимание, это записан в Евангелии от Матфея. Это Нагорная пропадь Евангелия от Матфея, 6 глава. Иисус Христос, находясь перед толпой людей, обращается к ним со следующими словами. Итак, не заботитесь и не говорите, что вам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду его, и это всё приложится вам. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своём, доколе для каждого дня своей заботы. Мне по-своему, знаете, интересно общаться с моей маленькой дочкой. Она мыслит по-своему. У неё свои ценности, как я говорил, своя тема. И совершенно другой разговор у неё получается со старшим ребёнком. Это серьёзный разговор о смысле жизни, о замужестве, ну и так далее, и так далее. Обратите внимание, что, о чём предупреждает наш Иисус, нас Иисус. Не заботитесь и не говорите, что нам есть или во что одеться. Иисус не говорит, не работайте, я вам всё дам. Иисус не говорит, сидите только дома, я вас обеспечу. Он говорит, не заботитесь. То есть, другими словами, не придавайте чрезмерного внимания и значения тому, во что вы вкладываете основное время. Почему это важно? Смотрите, что говорит Иисус. Потому что Отец ваш небесный знает, в чём вы имеете нужду. Послушайте меня внимательно, братья и сёстры. Мы с вами очень часто нужду путаем с нашими желаниями. Один человек сказал так, часы за 50 долларов и за 5 тысяч показывают одинаковое время. И поэтому сегодня мы используем молитву для того, чтобы получить от Бога ответ на наши желания, а не на наши нужды. Поэтому второй критерий, второй показатель, как мы можем определить, взрослею я или нет, это по содержанию моих молитв. О чём я разговариваю с Богом? Для чего я использую молитву? Согласитесь, вот мы друг с другом общаемся. И представьте себе такую ситуацию, что мы общаемся друг с другом только тогда, когда нам что-то нужно. И всё время что-то друг у друга просим. Такого не бывает. Потому что настоящее отношение они предусматривают под собой и просто общение, просто посидеть и узнать, как мы живём. И поэтому Бог говорит, я знаю, что тебе нужно. Просто приди, давай просто поговорим. Если младенец всё время что-то просит, то поздоровевший ребёнок уже старается помогать нам, родителям. Итак, первое – это ценности. Второе – это содержание наших молитв. И третье. Послание Иакова, первая глава, первые два стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Очень непросто. Очень непросто радоваться, когда в твоя жизнь пришла какая-то проблема. Но Слово Божие настоятельно просит нас, убеждает, чтобы мы не просто радовались, а с великой радостью мы принимали, когда впадаем в разные проблемы и трудности. Хочу напомнить одну историю. Во второй книге царств есть такой эпизод из жизни царя Давида, когда на него восстал собственный сын. Здесь многие родители. Сложно себе представить, может быть, даже у кого-то бывало, что когда родное дитя восстает против родителей. Я не говорю там, знаете, о конфликтах. Мы живые люди, поэтому родители и дети все время будут конфликтовать, потому что времена уже другие. Но родной Ависалом, сын царя Давида, восстал против отца. Давайте вспомним, какими полномочиями и какой властью обладал царь Давид в то время. У него была абсолютная власть. Он мог во мгновение ока решить этот вопрос. Но две причины, почему Давид решил со своими слугами убежать. И помните, когда он шел по пути семей из рода Сауловых, он начал злословить и бросать камнями на него. И что сказал царь Давид своим слугам? оставьте его. Это ему позволил Господь. Что побудило и что стало причиной царя Давида поступить вот так нестандартно? Две причины. Первая – это любовь к сыну. И второе – это полное доверие Богу. Мы очень часто, знаете, в нашей жизни пытаемся друг другу что-то доказать. Мы конфликтуем. Мы защищаем себя. Тем более, если я прав, мы стараемся, знаете, доказать ему. И согласитесь, как мы ведем себя, как мы реагируем, если несправедливо относятся по отношению к нам. Но обратите внимание, как поступил царь Давид и что, к чему призывает нас Иаков. С великой радостью примите, когда впадаете различные испытания. Обратите внимание слово впадаете. То есть, это неожиданно. И с другой стороны, когда даже несправедливо. Это неожиданно для вас. Вы не ожидали, что такое обстоятельство может произойти в вашей жизни. Но неожиданно это для нас. У Бога все под контролем. И достаточно духовно зрелый человек, он лучше промолчит и уступит. Потому что, знаете, если вопрос касается прощения или непрощения, первое, прощает не тот, кто прав или неправ, а тот, для кого дороги отношения. Вы не думайте, братья и сестры, что я свалился с другой планеты. Я такой же человек, как и вы. Я тоже сталкиваюсь с такими же, знаете, неприязнями, с такими обстоятельствами, как и вы. Но мы должны к этому стремиться. Мы должны прилагать усилия. потому что наши ценности, наше содержание молитв, наше прохождение достойно испытаний, все это помогает нам взрослеть, нам помогает проходить это земное поприще. Потому что, когда мы туда придем, там уже будет поздно. Здесь мы должны что-то поменять. Это сложно. Постоянно идет борьба духа и плоти. Сегодня говорят, не знаю, как у вас, у нас там говорят, если ты настоящий мужчина, там у тебя должен быть станок-жилет. Если ты хочешь жажды, выпей спрайд. Сегодня реклама, знаете, она путает вот эти все ценности. Почему сегодня весь мир в страхе от этого вируса? Потому что сегодня дети Божьи, которые входят в это число боящихся, они больше слушают СМИ, чем Слово Божье. Мы с вами должны повзрослеть, братья и сестры. Пока у нас есть возможность что-то изменить. в шестой же месяц, послом был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же ей Деви Мария. И ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в отчреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангель сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому и рождаемость святой наречется сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она назначала сына старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Наверное, это больше обращение к сестрам, потому что нам, братьям, сложно. Вот представьте себя на месте Марии. Приходит ангел и говорит, что ты скоро забеременеешь и родишь. Это абсурдно. Как такое возможно без участия второй половины? Мария вообще его не понимала. она смутилась. И она говорит, как это может быть, если я не замужем? О чем мы сегодня с вами говорили? Мы сегодня с вами говорили о том, что нужно менять ценности. Сегодня нам нужно менять содержание молитв. Нам нужно достойно проходить испытания и, возможно, уступать, даже если ты прав. Ты скажешь, вы подумаете, о чем ты говоришь? Разве это возможно? Возможно только при одном случае. Если Дух Святой найдет на нас, если сила Всевышнего осенит нас, и поэтому рождаемость святой наречется Сыном Божьим. Дорогие братья и сестры, без силы Духа Святого, без освящения свыше, это невозможно изменить. Полагаясь на человеческие усилия, мы будем только терпеть поражение. И поэтому еще раз хочу всех нас поздравить с Рождеством. И в канун уходящего года 2020 и в канун предстоящего 2021 года я хочу пожелать каждому из нас, чтобы Дух Святой не сходил на нас, чтобы Бог освящал нас силою Своей. И тогда то, о чем говорится в Писании, оно будет посильнее нам применять в нашей жизни. И мы достойно с вами пройдем эту жизнь и предстанем перед нашим Небесным Отцом. А пока я хочу пожелать всем нам Божьих благословений и пусть наш Отец Небесный с высоты Небес радуется, как мы с вами здесь взрослеем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся.